Нам что же утром привезли с подъезда, с какого-то нашли? Чё-то. Вот лайф. Идёт. Ну, пошла. Так, щас секундочку. На стене такие. Ну, всё равно пошла лучше. Ну что, вот привезли котят, которые переехали нам с Москвы до Екатеринбурга. Более подробно нам расскажет руководитель непосредственно. Представьтесь. Руководитель Центра реабилитации животных Скорынина Елизавета Валерьевна. Вчера поступила информация, что в одной из транспортных компаний города, в одной из фур, приехавшей из города Москва, услышали писк. То есть это привело к принудительному вскрытию, потому что фура была проездом. Вообще они здесь не планировали оставаться. Вот. И вскрыли, и вот боковые обивки, то есть там фиксируется как-то вся на стенах. Вот обнаружено было четыре котенка. Поскольку путь как бы из Москвы до Екатеринбурга, ну, два-три дня занимать должен, то тут ситуация немного усугубилась тем, что там водитель попал на небольшой ремонт и увеличилось время поездки у него до шести суток. Во время ремонта предполагали, что, может быть, ему подкинули, но поскольку фура пришла опечатанная, полностью опломбированная, то есть это нам дает такое предположение, что все-таки, видимо, они приехали к нам из Москвы. Чудом выжили в течение шести дней без еды, без воды. Это очень удивительно, поэтому сейчас на данный момент состояние их тяжелое, то есть они обезвоженные, они слабые, они, видимо, развиваются не по возрасту, скорее всего. Сейчас я буду наблюдать пока. У нас кошек, к сожалению, нет, которые могли бы выкормить, и вот жители Екатеринбурга откликнулись на нашу просьбу и нашли кошку где-то в подъезде, у кого-то жила в подвале, видимо, тоже недавно выкормившая котят своих, но, к сожалению, у нее сильно очень мастит, молока у нее нет и кормить ей нечем. Поэтому мы сейчас в поисках еще одной кошки, ну, вроде все пока удачно складывается, скоро поедем пробовать, примет, не примет. Ну, а там дальше все будет зависеть от их собственных сил, ну, и звезд, как сложится. Но один вот ничего, крепенький, побольше размером, шустренький. Котят было всего четыре, к сожалению, вчера один погиб, сегодня еще один погиб, и вот третий тоже очень слабый. Приходится даже, вот пытаются сосать, но, к сожалению. То есть я смотрю, у соска есть, да? Да, мы их укормили вам вручную, конечно. Так вот, после проверки их на здоровье, так скажем, как вот это самочувствие? Ну, пока критическое. Критическое, да. Истощение. Ну, и обезвоживание. Обезвоживание. Просто глазки открыты, уши вроде тоже, то есть где-то дней 7-10, соответственно, 6 дней они провели в пути. Практически сразу после рождения, видимо, они попали в свое путешествие. Ну, надеемся, что хоть для одного оно закончится. Хорошо. Дай бог для двоих. Дай бог. А там, куда они сейчас поедут? Это просто люди у себя дома будут. Вы будете поддерживать? Конечно. Мы обязуемся в дальнейшем пристроить и этих котят, и котят, которых тех выкармят, там тоже уличное окошко. Поэтому, конечно, будем помогать всем. Часто бывали подобные инциденты? Ну, что подбрасывают котят, ну, достаточно частая ситуация. Но чтобы такое длительное время они провели в пути, если это все действительно так, как говорят, то это впервые. Когда я вам их привезла? Сегодня утром. Сегодня утром, да? Поэтому будем надеяться, что все получится. Старается, молодец, этот даже сосать не может. Вот это шиба, да? Коза промываются, ну. Давай, мать, временная, грей. В общем, фантастическая какая-то история, потому что, ну, это нереально. Хотя они и говорят, что у кошек 9 жизни, может, они 6 потратили, конечно, в пути. Но, тем не менее, имеем, что имеем. Кошки правильные? Нет, скорее всего, простые. Ну, позже видно будет. Нет, обычно, скорее всего, дорогие, серые кошки будут красивые, пушистые. Главное, чтобы здоровые были. Главное, чтобы в добрые руки попали. Да. И потом будем стараться. Если все получится, то счастливые будут кошки. Там тоже у вас маленькие сутки. Вот такого примерно размера, такого подъезда нашли в траве. Ну, только уже на недельку постарше. Вот, порядочно. Тоже ищет дом. Как много у вас кошек обитает? У нас много, у нас порядка 50 всегда. То есть, ну, кто выздоравливает, более-менее приходит в себя, ищет дом. Но там как повезет. К сожалению, пристроя не такой активный, как хотелось бы. Больше пристроя, больше возможности взять новых больных. Все кошки с историей, я так понимаю, да? Ну, практически. Бывает, что это подбросят, если просто, например. То есть, там неизвестно. Но больные, как правило, конечно, большинство. Такая идея. По кому покормить их? У нас принято? Угу. Угу. Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 они не только как сидят, а днем вот тут выхватили Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А вот я только ответил, мы садимся. Так, а потом вы как? Как-нибудь ответим. Да-да. А вы что, пешком передвигаетесь? Да. Ничего себе. Я недавно буквально к вам кошку свою привозил. Да? Да. Что делали? Ну, ее проверили. Вне Овит, наверное, не к нам. Ну, да, наверное, там, который за вами. Ну, мы разные организации. Вот. Сейчас мы едем в новый дом для котят. Временный. Временный новый дом. Там, может быть, мама кормилица. Господи, спасибо. Какой шаговый. Какие каприста. Те, кто подключился и не знает, что происходит, можете задавать вопросы. Мы на них будем отвечать. Спрашивают, есть ли у вас хаски маленькие? Есть большие сука и кобель, помесь, метисы, хаски и маламута. Вот найденные буквально недавно, неделю назад. Их... Одного привязали к питомнику из сибирских этих северных собак. А вторая болталась там по лесу. Ну, видимо, все-таки из одного места они. Но в таком не очень ухоженном, в очень неухоженном состоянии. Поэтому... Можно сделать вывод, что возвращать хозяевам смыслы нет. Будем искать им новый дом. У нас на нашей страничке ВКонтакте есть фотографии. ВКонтакте есть фотографии. Мы беседуем. Единственное, мы не пристраиваем слайк, в принципе, в квартиры. То есть это должен быть либо коттедж, либо дом. Условия присылают нам. Если нас все устраивает, беседуем, все устраивает. Тогда можно... Они после кастрации и стерилизации будут пристраиваться. У вас получается адрес 112, а там нестичный. Да, но не надо это писать. Нет, я... У нас, да. Спрашиваю, где можно забрать... Номер телефона оставляйте. Да. Мы обязательно оставим номер телефона. Если бывает время, побывайте на тысячи. Или попишите на... Крыленко здесь старинный форт и единственный в стране памятник с дамитом. И я могу... Отдыхаем в России. Крыльпыке. Только не дорожная. Реклама. УАЗ сделала настоящий внедорожник доступным. Сто процентов дешево больше статей. Теперь у вас потребуется 699 тысяч рублей. Цена укресена для посеток. УАЗ. 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 Алло, Екатерина. Здравствуйте. Это Елизавета, центр реабилитации животных. Екатерина, ну мы выехали, едем к вам. Скоро будем. Единственное, мы с типичным Екатеринбургом. С ребятами они снимают сюжет. Вы не против? Ну, как к матери подсели. Все, спасибо. Скоро будем. До свидания. У нас в нашей ситуации это не очень хорошо. Пусть лучше орут. в таком маленьком возрасте то есть здесь естественно анализов никаких не взять то есть это общий осмотр общего состояния проверка есть анемия нет анемии ну то есть грубо говоря оценка по внешним параметрам клинический осмотр это называется вообще эти люди пишут как насчет того что многие же считают что они например вот в данной ситуации спасли животное то есть они его там так же как нам под дверь ночью например зимой щенков там или хотят положит в коробке и считает что они молодцы вот это вообще как откуда берутся вообще такие мысли во первых животные погибают замерзают но их не всегда находим вовремя также собственно как и эта ситуация откуда она появилась голове посадить в машину которая едет неизвестно за сколько тысяч километров и что делать с такими людьми у нас ведется видеонаблюдение везде то есть там у территории мы видим этих людей мы знаем кто это дальше что с ним делать вот вам вопрос подписчики что делать с теми людьми кто подкидывает подкрасывает оставляет оставляет их в коробках да не думая оставляют их и при этом опять же не думая о том что они могут замерзнуть потому что могут не уследить не ну и не увидеть просто собаки могут разобрать то есть нужно ли это либо может просто прийти и в руки чем подкидывать там дальше мы едем просто с ними но нет так нет мы просто кошки надо просто как бы итог что кошки моих подсадили и все а мы твоих лучше вообще уберем приехали к нам из москвы екатеринбург дороги они были 6 суток по причине того что и ломалась автомобиль и при этом что приехали они запломбированы то есть автомобиль грузовик вот то есть их никто не кинул не подкинул по дороге то есть что и как случилось неизвестно но предполагается что они ехали именно с москвы до нас но это лучше чем ты грн не хочешь а ты ее прости и прости и отпусти знаешь она не твоя а ты ее прости и прости и отпусти даже безумно любя а ты ее прости и не знаешь зачем просто однажды и ты и и и и а и деталей эти это 90 у Софья Янчарина. Котят сейчас отвозят к новой маме, временной кормилице. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спрашивают, есть ли кошки на примете, если киса их не примет? Пока нет больше вариантов. Пока нет. Поэтому очень надеемся, что примете. Это что это? Это порода. Спрашивают, Джек Рассов есть в приюте? Нет. Нету. Но бывают. Но бывают. Это очень своеобразная порода. Они очень активные. Они такие для физически активных людей и многие с ними просто не справляются и поэтому отдают. они бывают на пространстве. Спрашивают, а собака может скормить? Ну, мелкая. Может, каролис. Конечно. Кошки, собаки кормливаются. Кошки, ежи, кого угодно. Велок. Конечно. Только мелкая. А соски должны быть очень маленькие, чтобы котенок смог взять из рот. Как называется приют? Это не приют. Вообще приютов в принципе в городе нет. Куда можно просто привезти и оставить животное. У нас центр реабилитации животных при Уральском государственном аграрном университете. То есть мы на базе факультета ветеринарной медицины созданы как учебная база для ветеринаров будущего. Фактура Амракева Воспремя Что это? Теперь пока кушают походу. Об ответственности-то ничего не говорят? Нет. Вот так вот. Промолчали. Так всегда. Почему же кажется, что подбросив куда-то, они спасают? Они любят. У нас в городе просто, да и не у нас. Нашел какое-то бездомное животное. К сожалению, рассчитывать можно только на себя. Как это страшно не звучит, но... Вот можешь помочь, можешь пристроить, можешь обследовать там или вылечить. Берись. Не можешь, проходи мимо. Потому что взять, а потом переложить на кого-то это все... Ну, просто неправильно. Во-первых. Во-вторых. Подкидывая нам, люди, например, не знают об обстановке там. Может быть, у нас эпидемия какая-нибудь у кошек. То есть, просто животное может погибнуть. Может быть, мест у нас практически всегда нет. Все забито. Нам просто даже посадить некуда. Финансирование у нас как таковое отсутствует. То есть, это все благотворительные взносы, помощь жителей города. Но она же есть не всегда. Поэтому... Можешь помогать, не можешь, проходи мимо. Так, спрашивают, покажите котят. Чтобы я сейчас в про seeing, как я тебя не сделаю. Протягиваешь пачку. Сейчас. Протягиваем. Продолжение следует... Продолжение следует... Подписчики, у кого есть... Может, коты, котята дома? Ну, либо просто на телефоне сфотографированы свои. Можете кидать в комментариях, показывать их. Также, если есть какие-то истории о том... Возьми трубу. Вверх, вверх. Алло. Алло. Да. 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 Ну, там... Да. 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 Ну, там... Вечерую. Что? Да он все время так не может, он начинает звонить ему, злать. Покажи, развернутый тянь. Да, сливает просто. Да, пробки только начинаются. Они хоть живые? Настя и Егорова. Что-то все помните. Егорова, блин, да? Да, мы помним. Все это Слав пишет позже. Они миленькие. Да, они немножко миленькие. Светлана. Где хозяр? Елена. Елена. Сколько еще сейдин будет ехать по сейдингу? Болга. Мы едем в очень дальнюю точку. Время выпадет дальше. Время выпадет дальше. Да, Андрей. Это Данил. Это Данил. Какая шляпка. Это пошла? Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Те, кто только сейчас включился в трансляцию и не понимает, может, что происходит, я напомню. Мы везем котят к новой маме, кормилице. Приехали они к нам из Москвы в Екатеринбург. Дороги они были 6 суток. Было их 4. К сожалению, осталось только 2. Они очень маленькие, но глазки у них открыты. Борются. Состояние у них... Ну, конечно же, не из лучших, но... Борются. Борются за свою жизнь. Так, сейчас... Елена Манчина... Стрим уже идет довольно-таки давно, уже была проведена проверка общая на положение котят. То есть, все это было, теперь мы везем котят к новой маме. Навигатор говорит, что я хочу еще 20 минут. 20 минут на трансляции. А из Москвы есть какие-нибудь? Ну, может... Есть, наверное. Кто-нибудь из Москвы слушателей есть? Может, есть предположение, как это могло случиться? На площадке погрузки транспортной компании неизвестно. Светлана пишет, я Москва. Слышали что-нибудь об этой истории у себя, боже? Ну, как раз даже на Московской горке. Ну, мы как раз на Московской горке, так это все всего лично, да? Давайте найдем истину. Как это могло случиться? Много ли транспортных компаний в Москве? Может, мы смогла вычислить? Котятам не успели еще имя дать имена? Пока нет, нам надо, чтобы они выжили первые сутки самые критичные. И вы заметили, да? То есть, они настолько привыкли ехать, что мы сели в машину, а они успокоили. То есть, идти ехали, пить, 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 пить. Так, Елена Мамчина пишет. Ребята, может, в этой фуре и сама кошка была просто за это время. Котята без еды там не выжили бы. Может, стоит еще и кошку там в машине поискать? Все, осмотрена, фура пустая, ничего нет. Фура была осмотрена, то есть, кошки не было найдено. Нет, она не могла Светлана укрыться, если вы говорите о фуре. То есть, все было осмотрено. Были только четверо котят. Фура пришла, кто не знает, запломбирована. То есть, по пути не могли подкинуть и тому подобное. То есть, да, вставали на ремонт, при этом задержались на три дня. Но не могло быть того, чтобы проникновения не было вовнутрь. То есть, все запломбировано. Ты что смеешь? Светлана пишет. Вот я своего котейку зову, зову, а нахожу сразу, как только рыбу жарить начинаю. А я нахожу, когда прихожу домой, либо она слушается по двери, когда она открывается, скрипит жутко. Либо когда пакетом корма. Ну и бывает и то, и то не срабатывает. Бывает, до того, как говорится, подушку давит, спит где-то, спрячется. А что, видео не грузит? В смысле, не грузит. А, нет, грузит. Юля пишет, Езимова, выжили. У нас котенок провалился между стеной и брусом. Три дня там пробыл, только смогли вытащить живой и невредимой. Ну вот кошки, потому что, видимо, живучие, не хотят жить. Не зря же говорят, что у них 9 жизней. Да, у них 9 жизней, Юля. Может быть и правда. У самого у меня недавно упала кошка с пятого этажа и всего кот. Вот. Подвернула лапу, ну, нашлась. Кто-то, скорее всего, подобрал и пустил в подъезд, потому что там было нереально. Было обойти весь дом. Хотя, ну, все возможно. Предприняли меры, чтобы она больше не выпадала? Да, мы сразу же на следующий день взяли сетку на окно, чтобы она туда не лазила. Вот. А почему сначала должна беда слушаться, а потом люди только начинают что-то делать? Ну, это как обычно. Мы отдаем кошек только при наличии сеток на окнах. Вот. У меня, кстати, был такой парадокс. Ровно год назад у меня кошка упала. Тоже с пятого этажа, ну, там же, где я живу. Ну, только я ее уже потом, ну, не смог найти. Не знаю где. И вот спустя год у меня опять кошка упала. И тоже во время грозы, кстати. Ну, это нашлась. И каждое не было еще года. То есть там, ну, плюс-минус месяц оставался. Настя пишет. У моих сестер в Самаре кот-босс разбегается в комнате-коридоре. Другая комната-кухня обратно возвращается в комнату, где изначально был как бешеный носится. Ну, да, бывает такое, особенно, как я называю, играет с вымышленными мухами. Бегает где только можно и почему только можно. А, Дарья пишет. У меня кот упал с четвертого этажа, и ничего с ним не случилось. Ему было три года. Ну, это хорошо. А вот, допустим, я поехал на следующий день в ветеринарку. Мне сказали, что, как бы, даже если есть перелом, что ничего страшного у кошек. Тем более в таком возрасте быстро все заживает. Так что вам на заметку, чтобы не волновались, если подобные ситуации будут. Главное не давать им в ближайшее время. Да, много падать в ближайшее время, пока все не зарастется и не заживет. Алиночка Андреева пишет. У меня с третьего прыгала, опти обломал только и звал потом меня. Ну, это не повод копиться, на самом деле. Все сейчас напишут, что падали. Порой бывает. Апокалипсис кошачий. Все падают. Порой бывает, что это все заканчивается печально. Во-первых, выпадая хорошо, может быть, даже беды и нет в том, что сильно, я имею в виду. В том, что животное выпало из окна, кошка, я имею в виду. Поскольку они действительно умеют группироваться и приземляться на лапы. Но не забывайте, что на улице есть собаки, есть люди, есть машины. И вот выпадение из окна, зачастую, не сразу люди находят после выпадения животных. Вот, в этот период, самое опасное время, когда животное может попасть в беду. А там уже последствия могут быть необратимыми. Так что самый простой лайфхак, как говорится. Да. Надевайте сетки. Да, но еще ведь надо знать, что простые сетки, которые мы ставим от комаров, они, к сожалению, от выпадения не спасают. Ну, там магниты. Они зафиксированы всего в четырех местах, сверху сниже, по два фиксатора. А есть специальная сетка, антикошка называется. То есть она фиксируется еще по бокам, и снять ее достаточно проблематично. И она выдерживает большой вес. То есть она и для детей подходит, и для кошек. Это выход. Настя Егорова пишет. Было такое, дядя Валера нечаянно наступил боссу на хвост утром. Засобирался на работу, стал убывать ботинки, босс отомстил. Насал ему в ботинок. Это да, кошки обидчивые очень животные. Если с собакой еще можно договориться, то с кошкой это проблема. Светлана Лала пишет. А к нам только что бабушка залетела черная, и котик замяукал, и смотрел, как баран на потолок. Не достать. У меня вообще почему-то не умеет играть. Точнее, умеет только играть с насекомыми. Но обычно они как вах охотятся. А моя только лапой бьет и убегает от них. Она не убийца. А у кого из подписчиков больше всего кошек дома? Вот хороший вопрос. У кого из подписчиков больше всего кошек дома? Давайте я тоже буду участвовать. У меня же только подписчики. Да. А у меня три. Вот. Три. У меня одна. Одна это вообще не серьезно. А я, кстати, тоже вот у меня за всю жизнь, наверное, было кошек четыре. Нет, ну два кота и две кошки. И что ни странно, я всегда их подбирал на улице. О, здорово. То я их подбирал котятами, такими замузганными, грязнющими. Приносил домой. Когда в малом возрасте был, первый раз принес. Мама мне говорила то, что это либо я, либо кот. Точнее, в том случае было либо ты, либо кот жить на улице. Ну и как это было со слезами на глазах. Одну ночку-то можно переночевать. Ну и потом это продолжалось, то есть и оставались. Потом кошка у меня нечаянно по течению обстоятельств умерла. Я подобрал вторую кошку через год. Ну и история повторилась. То, что вот уже был данный инцидент. Зачем опять привыкать и тому подобное. Ну и так вот прокатывал четыре раза. Носили вы или кошек, когда были маленькие из улицы, домой к себе? И что вам говорили родители? Пишите в комментариях. Самые удивительные истории, да и вообще. Так, Алина пишет, у меня две пока что. Приходите к нам за третий. Приглашают приходить за третий. Заур пишет, а мой кот в коробку залез к вам точно. Повторяем, да? Святослав пишет, да, мне папа говорил, я тебя вместе с ними выкину. Иван Деревянко пишет, у моей собаки расширено на правом хвосте. Что делать? Что расширено? На правом хвосте расширено. А у него сколько хвостов? Правый и левый? Видимо два. У моей собаки расширено на... Наверное на лапе, вы хотели бы сказать? На правой лапе что расширено? Устав? Ну, скорее всего, не уточняется. Просто расширено. Ушиб может, не знаю. Что у вас собака делала? Затротяемся, Андрей. По интернету не лечим. Клинику. Алиночка Андреева пишет, я постоянно котов, таскавый и щенков. Да, но не всегда родители соглашаются и брать. Вот в чем дело. Светлана пишет, Лала. Моя мама собачку, которую я сказал с Кавказа, привезла с таким трудом, продала нафиг здорового и... Что? И здорово. И набрала, что видела, как люди с ней гуляли. А я целый год и зиму начала искать, мучила, мучилась, извиняюсь. Мучилась. Типа взялись подержать на руки в магазине и смылись. Продолжение истории. Кто еще у нас таскал котят домой в детстве? Пишите, рассказывайте. А мы, наверное, уже скоро подъезжаем? Скоро уже подъезжаем? У нас еще один квест будет, надо найти будет. Как зайти в этот двор, закрыть. Сейчас уберемся. Вот. Мы еще и в квесте поучаствуем. Так. Зуар пишет, всех беру. Всех приезжайте. Пообщайтесь. Заур. 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 За Зуар. Заур, извиняюсь. Заур. Приезжайте. Смотрите. Лягушек. Лягушек сейчас нет.